Дети – наше будущее. Но нередки случаи, когда именно дети становятся преступниками и попадают на учет в компетентные органы, или того хуже оказываются в местах не столь отдаленных. Чтобы избежать таких последствий, нужно работать одной командой и вовлекать детей в дополнительное образование, которое будет развивать творческие умения и навыки. В Артемовском городском округе с этим все в порядке. Дети и подростки, помимо школьных кружков и секций, могут посещать клубы по месту жительства. Их больше десяти. Это и походная деятельность, боевое искусство, рукоделие, гимнастика и многое другое. Предотвращением подростковой преступности занимаются и власти Свердловской области. Одним из наиболее важных этапов предотвращения подростковой преступности является ранняя профилактика, направленная на защиту несовершеннолетних от криминогенного влияния, заявил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе премьер-министр ввел совещание по поручению губернатора Евгения Куйвышева. Защита детей и подростков от преступных посягательств обеспечения прав и свобод несовершеннолетних – важнейшая задача государства, требующая участия не только правоохранительных органов, но и комплексной работы региональной, муниципальной власти, общественности, средств массовой информации. По словам Дениса Паслера, областные власти всегда уделяли этим вопросам повышенное внимание. Однако практика показывает, что проблема пока не решена. Молодежь вовлекается в тяжкие преступления, в последнее время активно подвергается экстремистским влияниям. По информации ГОМВД России по Свердловской области, по итогам первого квартала 2014 года, на территории области выявлено 12 фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 9 эпизодов их вовлечения в совершение антиобщественных действий. Заместитель министра общего и профессионального образования региона Ирина Серкова сообщила участникам заседания, что на Среднем Урале проводится планомерная работа, направленная на развитие творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей и подростков, а также на организацию досуговых мероприятий для несовершеннолетних. Это, в числе прочего, является одной из мер профилактики различных негативных проявлений. По ее словам, в течение последних пяти лет планомерно увеличивается число учреждений дополнительного образования, а значит и детей, занятых в различных кружках и секциях. В образовательных организациях Свердловской области работа с несовершеннолетними направлена на вовлечение их в систему дополнительного образования в целях обеспечения занятости детей и профилактики различных негативных явлений. На 1 января 2014 года 420 751 несовершеннолетних в Свердловской области в возрасте от 6,5 до 18 лет посещают более тысячи общеобразовательных учреждений, 33 вечерних школы и 106 учреждений профессионального образования. На профилактическом учете в органах полиции состоят 5,5 тысяч несовершеннолетних, что составляет 1,3% от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет. В течение последних пяти лет в Свердловской области планомерно увеличивается число учреждений дополнительного образования, количество объединений дополнительного образования детей, а следовательно и численность детей, занятых дополнительным образованием. Самыми популярными видами внеклассных занятий для свердловских школьников остаются художественное, техническое творчество, а также физкультура и спорт. Участники совещания сегодня также обсудили итоги реализации в 2013 году программ профилактической направленности и меры по повышению их эффективности, а также вопрос обеспечения комплексной безопасности социальных учреждений с круглосуточным пребыванием подростков. Редактор субтитров А.Семкин